Всем приветики, дорогие друзья! Меня зовут Ханна, это озвучка и перевод манги, знаменитый день, 66 глава. А если вы хотите, чтобы чаще выходила озвучка и перевод, то оцените вот это видео. Когда там наберется 25 лайков, я выложу еще 2 главы. Например, сегодня, если наберется, или завтра, я тогда выложу 4, может быть. Все зависит от вас, ребята. Действуйте! Приятного вам просмотра! Это, кажется, у меня похожая половина фото. Кто такой умный? А где ты сейчас? Адрес скажи. Мулинфей, у меня что-то осталось в твоем доме. Я завтра подъеду забрать. Мулинфей, деревенщина, почему твой телефон недоступен? А когда ты уехала в тот день, ты даже не попрощалась со мной. Что мне теперь делать? Воспоминания о горячих источниках не очень хорошие. Ну, я жила здесь так долго, и вдруг я переехала и не сказала тебе этого. Я сделала это неправильно. Я извиняюсь перед тобой. Извиняюсь? Скрываешь от меня? Это твоя искренность? Я сознательно не пряталась от тебя. Хорошо, тогда я не хочу принимать твои извинения. Но извинения – это просто движение рта. Я голоден. Ждал, когда ты придешь, чтобы приготовить для меня. Как это могло произойти? Тогда ты ешь медленно, а я пойду наверх, чтобы кое-что найти. Нашла. Конечно же, фон и край двух фотографий совпадают. Ювен, у нас было два года назад. Деревенщина, что ты делаешь? Я нашла вещи. Я пойду. Хорошо, тогда я поставлю это обратно. Нет необходимости брать это с собой. Кажется, что-то случилось. Что за шутка? Как я могла позволить Муленфею поцеловать меня? Кажется, что он был пьян, и поэтому меня поцеловал. Муленфей действует. Интересная такая главушка получилась. Решила записать свое мнение. Я тоже сама не ожидала, что он ее поцелует. Но, похоже, он что-то начинает подозревать. Если хотите продолжение, оцените мой клип, который есть в ссылке в описании. Пока-пока.